Что съесть, чтобы похудеть? Сегодня мы пойдем в магнит и разберемся, что можно поесть такого вкусного и похудеть. Пойдем! Когда мы попадаем в магазин большой продуктовый, с нами сразу встречаются полки с фруктами, с овощами. Это, прежде всего, запускает у нас инстинкты к аппетиту, стимулирует аппетит. Что здесь я обычно беру, когда худею? Зелень абсолютно в любых количествах я употребляю, и это, конечно, очень полезно. Поэтому в этой полочке нам зачет. Двигаемся дальше. Что не беру из фруктов? Вообще фрукты нежелательно, когда мы жестко решаем проблему лишнего веса. Но один-два фрукта в день погода не сыграют сильно. И я обычно беру из этого всего яблоки, груши, в принципе, и все, в основном. Ну, может быть, какие-то грейпфрукты и апельсины. Что вообще не очень в качестве фрукта использовать, это виноград, потому что там меньше всего витаминов, минералов, клетчатки и очень много фруктозы. Что из этого еще? Это бананы, да? Бананы еще более-менее, там есть клетчатка, калия много, но там много сахаров. Поэтому глотика у нас такая. Пару яблочко, груши за день, это нормально. Рядом у нас есть морозилка. И вот в этой морозилке я обычно чаще всего пользуюсь, да? Здесь у нас заморозки, заморозки овощей, различные смеси уже готовых различных продуктов. И что я обычно использую, да, ребята? Могу и вот это поесть, да? То есть цветная капуста, фасоль, это могу все смешивать с шампиньонами. Плюс готовлю обычно с грудкой, да, с филе куриным. Это все замешиваю тоже в съедобном. Но наиболее чаще всего я использую вот такие заморозки. Здесь вот, допустим, поэлия, да? Здесь уже морепродукты, какая-то курочка есть. Мы здесь видим по составу у нас углеводы 26, белки 9, жиры 12, да? Ну, бывает получше составы именно не этой сети, а другой. Как, значит, здесь увеличить количество белка, да? У нас рацион на похудение преимущественно опирается на белковую пищу, которая нужна нам для и мышц, и для контроля аппетита. Вот эту пельню я обогащаю, допустим, дополнительно грибами. Возьму сюда, еще добавлю грибы, либо шампиньон, да? И еще добавлю сюда лоток куриного филе. И тогда получится большая порция. БЖУ сразу станет другим, белка станет больше, клетчатки станет больше, и концентрация углеводов на готовый продукт, то есть на тарелку, ту же самую, 300 грамм готового продукта, уже поменяется. И вы уже уложите в свое бжу. Ну и другие тоже заморозки сюда подходят. Мы такие же овощи, это азиатские, как разнообразие. Тоже можно приготовить это на сковородке без масла, да, на хорошей сковородке. И добавить сюда того же самого куриного филе, либо морепродуктов. Отличный вариант. Еще очень классный продукт, нам же хочется сладенького, чего-нибудь вкусненького, да, на диете. Для меня это всегда, всегда это ягоды. Вот, допустим, на халяву раздаются ягоды. Это клубника. Смотрите, здесь 300 грамм обычно, да, они тасуют. Ну, пусть будет так. И смотрите, у нас как получается. На 100 грамм продукта всего 40 калорий. То есть мы вот эту пачку скушаем всего 120 калорий. Здесь 300 грамм клубники. Это очень-очень вкусно, когда мы хотим кушать. И абсолютно не так много калорий здесь. Ну и можно другие ягоды использовать. То есть ягоды на диете, это самое вкусное, что может быть. Калорий минимум, пользы максимум, и это очень вкусно. Можно добавлять сахарозаменители, и это получится прямо очень вкусно. Как мороженое. Так, это закрываем. Я обычно еще ягоды с творогом смешиваю или с йогуртом. Это тайм. Ну, категорически не советую кушать на постоянной основе, тем более. И вообще, когда мы дело имеем с лишним весом, так это полуфабрикаты. Вот эта стоечка абсолютная, ну, можно сказать, зло-зло. Как правило, здесь продукты высокой переработки. Мука, жир. И взять любой продукт, допустим, тоже лазаньи, и посмотреть состав. Здесь будет жир, углеводы. И те же самые белки, если будут, то, вероятнее всего, даже может быть растительный, какой-нибудь дешевый белок. Когда жир туда напихают шпик или кожа курицы. И это все вообще не коррелирует. Не коррелирует абсолютно с нормальной фигурой, со нормальным здоровьем. Поэтому эту полку абсолютно не используют. Что касается пельмешей, да. Вот все же любят пельмеши с мазиком нормально поесть. Так это идеальный продукт, чтобы набрать вес. Сейчас, когда я поправлялся на 30 килограмм, я съедал просто пачку пельменей за раз. Придите, давайте наоборот любые пельмени. Сейчас будет русские пельмени. Здесь 700 грамм. 700 грамм, да. И на 100 грамм продукта 270 килокалорий. 270 килокалорий. Итого получается 700 на 300. 2000, да, 2000 килокалорий. Некоторые люди за сутки съедают 2000 килокалорий. У кого-то калораж полторы тысячи, да. Ты пачку пельменей съел. Это суточная норма. Это один прием пищи, ребят. То есть пельмеши. Тут это я еще взял, наверное, какие-то диетические. Я брал, вот, допустим, Мираторговские. Давайте вот посмотрим ради интереса. Здесь. А, ну тоже так же. 270 килокалорий. Ну, то есть, одна пачка пельменей, это суточный калораж человека, который, допустим, даже много двигается. То есть активно в образовании. Я не говорю про сидячий. И все. Одну пачку пельменей съел, и все. И ты уже будешь набирать вес. Поэтому, ну, отдавать предпочтение на диете пельмешам, понятно, да, не лучшая стратегия. Завтраки, да? Завтрак чемпиона. Чтобы похудеть, нужно обязательно завтракать, да? Есть такое поверье. И что на завтрак-то есть? Здесь бывают вот такие фитнес-подруби, да? Мюсли. Это же овсянка. Это же просто здоровый образ жизни. Вон даже фитнес написано. И что мы по факту имеем? БЖУ. Где у нас тут БЖУ? Очень тяжело найти БЖУ. Потому что, видимо, очень... Так. А, вот. Вот. Белки 7, жиры 13, углеводы 62. То есть мы говорим с вами о том, что наш рацион преимущественно должен содержать белок, да? Жир мы стараемся минимизировать, а углеводы тоже, как бы, конфликт. Контролируем. И на завтрак мы просто будем есть углеводы с жирами. Минимум белка. И вам скажу вот про вот эти завтраки, да? Несколько вот эти все. Для меня вообще ассоциация, что это как педигри выглядит, да? Вы детей кормите их, а выглядит как будто вот сколько собак можно кормить. Так их делают таким образом. Это фруктовая, фруктозная... Ну, то есть не фруктовая, а глюкозная жировая оболочка, которая позволяет этому завтраку плавать. Он приятно выглядит, и... Ну, соответственно, из высокопреработанных продуктов сделано насыщение. Никакого абсолютно. И если мы возьмем состав, то там плакать можно. То же самое и здесь фитнес. Вот это слово фитнес, он абсолютно не коррелирует реально с фитнесом. Поэтому жир 2, углеводы 72. Ну, хорошо здесь хоть жиров не добавили, углеводов много. Но если мы говорим проблемы лишнего веса, значит человек не так много двигается, да? Он просто эти будет углеводы не сможет потратить, да? То есть такое количество углеводов есть. И на завтрак углеводы съест, на обед съест углеводы. И в течение дня какие-то чьи... Углеводы это неплохо, но углеводы это хорошо для высокообъемных работы. То есть человек их должен потратить. Соответственно, перебрать с углеводами очень просто. Вот таких злаков поесть, каких-то там вкусненьких, да? И все, и все. Лишние углеводы пойдут жир. Поэтому это не завтрак нормально. Вот это я не завтраку. Единственное, что я могу себе позволить на завтрак, это овсянка, геркулес, да? Именно смотреть нужно не вот такие форматы, как 3 минуты варки, да? Не 5 минут варки, то есть это наиболее переработанные формы. А вот традиционные я использую. Определить можно это по времени варки. От 15 до 20 минут. Это овсяная крупа, только сплющенная. То есть минимальная обработка, и она очень долго будет у вас усваиваться. Глюкоза будет долго поступать в кровь, и насыщение будет дольше чувствоваться. А такие формы, как мюсель или вот таких вот акашек, здесь же эти каши 5 минут, а вот эти вот. Они-то вкусные, да? Здесь сахара на бомбили, каких-то сублимированных фруктах на бомбили. Но эта кашка, то же самое, что вы ложку сахара съедаете, она у вас на уровне рта уже в кровь попадает. Естественно, насыщения никакого нет. В желудке у вас ничего нет. Гормон грилин не будет... Не подавится. То есть гормон пустого желудка, грилин, абсолютно никак не собирается. Они у вас путь и хотят. Ребят, мы когда попадаем в продуктовый магазин, наиболее обработанные продукты у нас всегда в центре. По периферии у нас всегда продукты менее обработанные. Поэтому хотите всякой херни нажраться, идите в центр, там найдете всякие плюшки, шоколадки. Наша задача не надвигаться по периферии. То есть яйца, морепродукты, молочные продукты, продукты цельного характера, вот такие, как, допустим, рыба, она вся будет на периферии. В центре будет наиболее переработанный продукт. Что мы здесь смотрим? Здесь белая рыба. Рыба вообще вся хорошая. Единственный момент, какой нюанс есть в рыбе, это морская хищная рыба, такая, как морской окой, может содержать в себе, накапливают и ртуть, и много. Ее много на постоянной основе лучше не есть, особенно беременным, беременным, да, и кормящим молодых, ну и детей тоже нельзя кормить ртуть. Она очень негативно влияет на развитие потомства. Поэтому с этой рыбой вот этим мы видим аккуратнее. Рыба хорошая источная белка, чуть-чуть даже будет мороженое. Удобно очень покупать. Лично я, какими я пользуюсь продуктами, здесь это кальмарчика беру, да, но обычно я вот такие морепродукты беру. Вот такое что-то могу добавить, это в заморозку, вот как я говорил, да, заморозку. Креветочки можно взять. И обычно здесь бывает прям котлетки такие из филе. Ну ладно, вот вот такой беру. Просто чтобы не париться, не чистить, я просто беру вот такой, запек быстро рыбу и поел. Это тилапия, да, она такая своеобразным вкусом. Но обычно я беру либо горбушу, либо семку и кушаю, да. Рыба это очень хорошо, вот. Поэтому рыбу кушаем. Это лучший продукт на похудение. Один из лучших. Итак, мы обошли фрукты. У нас здесь овощи, да. Какие овощи я использую, когда худею? Картошку, ну меньше всего, очень редко беру, но если прям очень сильно захочу. Она, конечно, богата кархмалом, но вот если вы будете картошку жарить без излишек масла, а просто варить ее, вы, конечно, там вряд ли сильно поправитесь. Ну, я картошку, когда худею, практически не использую. Здесь я беру лук, морковку. Это обычно, да, для пережарки. Двигайте дальше. Очень много ем огурцов, помидоров, перцев. То есть это прям безграничное количество, чтобы, во-первых, это для здоровья очень полезно, да, во-вторых, это объем еды увеличивает, ну и в целом, как бы, хочется покушать. И что покушать, когда хочется похудеть, да, вот, пожалуйста, овощи в вашем распоряжении. То же самое касается капусты. Вот батат, это то же самое, что картофель, я его не использую, то есть крахмала много, да. Листья, овощи, различные. И вот такой продукт тоже часто использую, да, капуста квашеная. Правда, беру я ее не здесь, а там кто сам делает. Почему здесь не часто беру? Здесь могут добавить масло подсолнечное, но в этот форму не добавили. Вот смотрите, белки 1,8, углеводы 3. То есть идеальный продукт, да, вообще, вообще почти не калорийный. И, опять же, это вкусно. С каким-то мясом, да, добавить, покрошить себе овощей, сварить кусок непостного мяса, либо запечь его, и квашеную капусту поесть. Ферментированные овощи очень полезны. Продукты брожения вот этих овощей для ЖКТ, это очень полезно. Поэтому один из моих любимых продуктов, это вот квашеная капуста на похудение. Это да, разворачиваемся и смотрим. У нас полка здесь с вами с консервами. Какие консервы можно использовать, да? Можно использовать горох, очень хороший, да? То есть тоже не калорийный, увеличивает объем пищевой тарелки, так сказать, да? Много пищевых волокон, и, соответственно, это полезно, да? Единственный момент, у меня лично плохо усваивается. У меня сразу музыкальная игра начинается, я его нечасто использую. То же самое касается посоли. Что касается кукурузы, она так сладенькая, да, классная. Ну, вот в фруктозе, в фруктозе, в кукурузе очень много фруктозы. 11 грамм углеводов, да, соответственно, она, вы хотите есть, и вам она покажется просто, безусловно, вкусной. Переесть ее очень легко, поэтому я даже, вот честно, я ее особо не использую. Методы выращивания глюкозы, ой, глюкозы, что я с глюкозы, наверное, у меня не хватает глюкозы. Методы выращивания кукурузы не очень такие, так сказать, очень много используются различных химических, да, пестицидов и все остальное. Огурчики, смотрите, маринованные огурчики, это тоже я очень часто использую. Вот овощей много кушать надо, да. Здесь углеводы всего 4,6, то есть тоже углеводы, это именно из огурцов, именно из огурцов иногда сюда могут добавить сахара чуть-чуть, но это тоже там минимум какой-то. В качестве ферментированных овощей, да, вот то, что мы говорили, квашеная кукуруза, окулцы, это все прям полезно-полезно. Поэтому, как вариант, добавить себе к мясу, с чего-то еще, салатик, тоже часто использую. То есть овощей стараемся больше, и овощи, это наше все, когда мы говорим о проблеме с лишним весом, и вообще повысить свое здоровье, повысить свое здоровье. Что здесь? Вот такие закусочки, да, с одной стороны здесь овощи, понятно, но они как готовятся? Подсолнечное масло, пережарка, иногда здесь очень много жира добавлено. Вот смотрите, то есть здесь уже жир 5,5, 5,5, углеводы 3, белки 5. То есть углеводов не так много, ну жиров уже достаточно. То есть на 100 грамм продукта, 5 грамм жиров, здесь 460 грамм, то есть почти 500 грамм. Это почти, если вы целую баночку скушаете, это почти 30 грамм жиров. Ну как бы такое себе, не очень. Я часто такому пренебрегаю. И продукты, готовящие на дешевых маслах подсолнечных, могут часто вызывать изжогу. Вообще подсолнечное масло, большое количество, и вообще я его не советую, это очень неполезная вещь. Я его сам не ем. Оливковое, экстра-виргин, еще как-то. Что касается тушенок, там жир очень много. Это не продукт на похудение. Из консервов я часто использую продукты вот такие, да? То есть тунец, там горбуша. Опять же нужно смотреть, именно чтобы производство было там, где вылавливается. Там, где вылавливается, тогда продукты не... Я сейчас не скажу, какая здесь точно выбирать, но нужно смотреть, чтобы написано, было не приготовлено из продуктов мороженых, мороженой рыбы, да? То есть это уже разрушение белка, да? Рыба замерзается, кристаллизуется белок, распадается, какая-то содержание белка уже не топовое. Плюс ко всему, ну не очень вкусно, да, есть из мороженой рыбы. Поэтому смотрим именно там, где вылавливается. Соответственно, должен быть какой-нибудь Мурманск, там, где рыба водится. Вот, ее можно кушать. Печень трески полезный продукт, но хорошая печень трески, во-первых, дорогая. Вот тут смотрите, 320 рублей, да? То есть уже подороже, но она жирная, да? То есть это, скорее всего, не про похудение. Категорически нельзя есть, но когда мы говорим о похудении, да? Категорически шпроты в масле и любая-любая продукция, которая в масле. Масло дешевое, пережаренное. Сколько там окисленных вот этих жирных кислот, кацерогенных, я вообще себе не представляю. Поэтому, ну, знаете, то у нас принято же, да, бутербродик с шпротами скушать. Ну, такое себе. Честно говоря, очень много калорий, очень много жира и жир идет всегда в жир. Поэтому масло исключаем такое. Особенно очень непонятно. Все понятно, да? То есть тунец, смотрим тунец, белок 24, жир 1. То есть наша задача, наша задача увеличить количество белка. Соответственно, этот продукт идеально на похудении. Салатик себе покрушили, тунеца туда кинули, на какой-то хлебушек цельнозерновой положили и огонь, огонь, просто огонь. Итак, что у нас еще идет дальше после рыбки, вот на периферии из мяса, что можем кушать? Птица, да? Моя любимая грудочка. То есть я это использую на постоянной основе, да? На постоянной основе очень много блюд я использую с ними. Опять же, с филе куриным я делаю различные овощи. То есть могу свежие взять и с кабачков, с баклажанами пожарить, могу с грибами, могу заморозкой сразу смешать. То есть это все обогащает этот прием пищи. Вы поедаете овощи и белок, то, что нам нужно на похудение. Что еще могу взять? Когда надоедает прям филе, могу взять курицу запечь. Единственный момент, что мне не нравится, птица на кости, это много отходов. То есть кожу мы не едим, костей много, и посчитать это все дело тяжело. То есть мы взяли 2 килограмма курицы, и из них там килограмм будет только отходов. Смотрим наверх и попадаем в кетчуп. Кетчупы. Что у нас по кетчупу? Кетчупы очень много сахара. Хоть нам кажется, что он соленый, какой-то кислый, что-то еще, но здесь углеводов содержания, 25 на 100 грамм. То есть кто много есть кетчупов, тоже нужно понимать, что это сахар. Это сахар у нас вызывает приятные эмоции, нам хочется их побольше поесть. Опять же, если чуть-чуть капнуть, ничего страшного не будет. Но если постоянно, ко всем продуктам добавлять этот кетчуп, это все обогащает энергетическую ценность. Что здесь можно брать? Это, допустим, уксус бальзамический. Вот эта тема нормальная. Я не так часто использую, но это полезная тема. Итак, мы продвинулись от птички. Теперь дальше к фаршам различным и изделиям из свинины. Свинину, естественно, я не ем, когда худею. Это жира очень много. Жир, сразу идет жир. Поэтому смотрим. Фарш говяжий, да? Смотрите, вроде выглядит замечательным образом, великолепно. Но что мы видим по составу? Белок 16, жиры 18. То есть, здесь мясо 50 на 50 с жиром. То есть, сало с жиром. Естественно, здесь очень много калорий. То же самое, если взять готовые какие-то беточки сливочные, да? То есть, это я тоже не беру. Абсолютно не беру. Потому что здесь мы смотрим. Белки 13, жиры 12. Еще и крахмала добавили, Хлеба. То есть, углеводов 6. Поэтому это продукты не на похудение и даже не для здоровья. Вот честно, ребят, не берите всегда цельные продукты. То есть, кусок мяса, видимый, видите? Его и берем. Здесь нету костной говядины. Я вам здесь ничего не могу посоветовать, кроме птицы. Вот, ничего. Что касается из соусов, вот и что соусов, прям просто можно отбрать на постоянный. Это хрен и обычная горчица. Я вот это беру. Это не так много калорий и вы много не съедите. Естественно, вы не съедите 100 грамм горчицы за раз и хрен, да? То есть, чуть-чуть добавить к мясу, это очень заходит. Так, ребят, что по приправам? Что по приправам? Приправы, это очень хорошо, да? То есть, у них есть и полезные свойства свои. Какая-то куркума очень полезная, да? Любые вообще. Чеснок очень полезный. То есть, что я обычно использую? Я использую обычный чеснок, очень часто ко всему добавляю практически, черный перец и соль. В принципе, это все. Когда мне скучно, прям совсем скучно, я иногда добавлю вот такую приправу, да? То есть, курица с чесноком. Но тут тоже нужно понимать, что здесь есть калории, да? То есть, на 100 грамм продукта 54 углевода, в пачке 38 грамм, соответственно, какая-то калория вам попадет из-за бит. Но это вкусно. Это вкусно, поэтому не так часто, но использую. Вот, допустим, смотрите, куркума. То есть, она очень полезное свойство для когнитивных функций, да, оксидативных. Что не, вообще не вариант брать, это калина бланка, вот эти все варианты и к чему. Поэтому, что можно констатировать? Чиснок, перец, соль, что-то обычное, какие-то травки, муравки, по вашему предпочтению, запросто используем. Так, мы подошли к углеводам, да, крупы, макароны. Что здесь предпочтительно, да? Всегда смотрим. Макароны дешевые, вот там, совсем дешевые, какие-то не берем. Почему? Потому что они будут сразу развариваться в кашку-малашку. Быстро усвоятся, и все, и мы опять потеряем чувство сытости. Если из макарон, выбирайте лучше какие-то по-хорошей, вы не, какие-то хорошие, то есть, допустим, мне варила, нравится, да, и они, вот смотрите, 12 минут варки, и мы их варим, альданте, то есть, они должны у нас быть жесткие, когда мы их кушаем. Не надо варить это все на основе, когда у вас все это будет как-то такое мягкая-мягкая основа. Так, что по крупам? По крупам. Мы здесь смотрим у нас рис, рис, наиболее рафинированная крупа у нас, обычный белый, я имею ввиду, что-то получше, это у нас бурый. Бурый чуть дольше будет усваиваться. Есть еще, бывает дикий, дикий, вот смесь бурого с диким, да, вот дикий, это вообще как гречка, грубо говоря, который в панцире закрыт клетчатки, и этот рис будет дольше всего перевариваться. Но я иногда даже обычно могу когда-никогда поесть, поэтому вот как-то так, гречка, гречка наше все, гречка в панцире, гречку съел, гречка дольше всего будут у нас усваиваться, чувство насыщения будет дольше всего. Какие еще крупы, да, подходят? Чечевица, бобовые, это тоже кладезь полезного, кладезь пищевых волокон, и не так много углеводов содержит, то есть, смотрим, содержание, да, белки 20, то есть, белка много растительного, тоже, в принципе, пойдет, углеводов, соответственно, тоже не так много, поэтому, бобовые подходят. Я лично не ем, бобовые объяснил причину, прошлого, видел, где горох, про горох говорил, то есть, соответственно, фасоль, нут, это чечевица, это все про нормальную еду, когда мы говорим о снижении веса. Кускус? Нет, кускус нет, это тоже легко усваиваемая крупа, поэтому, пшеница, такая вот, пшено, все это нет. А вот, соответственно, вот этот сахар мы тоже не едим. Детское питание нам тоже не надо, в принципе, здесь можно увидеть какие-то, эти, морковочки, морковочка, там, какие-то фрукты, да, они без сахара, без сахара будут, в принципе, как сладость такая, но лучше уж, наверное, съесть целый фрукт, да, чем вот эта вот пережеванная штука. Есть с солью, мы не ограничиваемся, соль никак не влияет на наше похудение, соль нужна для работы нервной системы, натрий нужен, натрий хлор, соль, да, хлор идет на выработку соляной кислоты, много соли в переработанных продуктах, если вы часто очень много едите переработанные продукты и какие-то продукты копчения, продукты красного мяса обработанного, то есть это колбасы, там очень много натрия, в хлебе очень много натрия, соответственно, когда у вас натрия много, вы едите, вы едите, мало, мало, мало вы едите этих овощей, калия у вас мало, соответственно, избыток натрия происходит, калия не так хватает, а калия антагонист, задержка жидкости у вас, просто по причине небаланса натрия, но это никак не влияет, конечно, на похудение, но вряд ли кому понравится, когда вы отекаете. По сахару, вот этот коричневый сахар, обычный такой же сахар, фрукт тоже, тоже простой аммоносахарид. Мы дойдем с вами до сахарозаменителей, расскажу, какие сахарозаменители я использую, чтобы у нас не было избытка углеводов. Здесь полочка у нас дрожжи, там всякие разрыхлители, желатин. Что я использую? Желатин. Делаю себе желешки различные, фруктовые, опять же, ягоды беру. Ягоды залил, желатин залил. Вкусно? Вкусно. Дальше мы переходим на полку с сырами. Сыры это 50 на 50 жир, белок. Какие сыры я могу использовать, когда худею? Варианты вот такие, смотрите. Вариант легкий, то есть легкие варианты. Здесь уже баланс смещен больше белка. По составу, что мы здесь видим? 26 белка, жира 17. То есть уже лучше картина. Естественно, они не такие могут быть вкусные, как варианты, когда мы говорим о жирном сыре. Вот, допустим, здесь жир 33, белок 24. То есть жира больше, когда у нас, конечно, вкуснее это все. Поэтому я, когда худею, могу использовать варианты чуть менее безжирности. Ну, не так часто, не так много. То есть до 50 грамм в день или что-то такое. Здесь плавленые сыры. Естественно, это все я не использую. Рядом с нами полка с кофе, с напитками, с чаями. Кофе, чаи не носят в себе калорий. Поэтому это используем. Единственный момент, на чем я хотел сакцентировать ваше внимание, это какао. Вроде какао, все ок. Но по факту, что здесь главный состав, первый, это сахар. То есть в составе то, что первое, чаще этого компонента больше всего в этом продукте. То есть здесь сахара больше всего. Никакого здесь ни какао, больше всего. Дальше, сам по себе какао, это тоже жирный. Какао-бобы, они сами по себе жирные. Поэтому с какао тоже много можно перебрать. Здесь, справа мы видим полку переработанного красного мяса. Здесь колбасы. Естественно, это все жир, жир, жир. Жир идет у нас в жир. Что я здесь могу быстро использовать? Это бывают куриные нарезки, куриные колбасы. Но здесь я их сейчас не вижу. Смотрим всегда состав, чтобы у нас было белка много, жира не так много. Вот, допустим, возьмем сосиски. Что мы здесь увидим с вами? Свинина, говядина, жир 28, белок 11. То есть, что мы хотим себе нарастить? Если мы хотим себе мышцы, из жира мышцы не построите. Поэтому вам нужен белок. В сосисках вы этого не увидите. Дальше полочка с морскими продуктами. Это делается не из рыб. Это делается из отходов каких-нибудь рыбных. Поэтому и крабовое мясо, и крабовые палочки, это не крабы. Что я здесь беру? Так это вот такие вот продукты. Форель слабосоленая, семга слабосоленая. Это я беру. Икры. Икра нормальная стоит не 60 рублей. 400-500 рублей за баночку. Поэтому это все имитация или какая-то дичь-дичь. Поэтому это я не беру. Что я здесь могу взять еще? Это селедка. Причем селедка должна быть не в масле. Вот такая селедка всегда в масле будет. Вот только слабосоленый формат, который придется чистить. Семга отличный источник омега-3. Вот такую семгу я беру. Какая семга? Селедку, я сказал. Селедка. Еще я могу взять кумбрию копченую. Она тоже хороший источник омега-3. Копчение. Продукты копчения, конечно, не такие полезные. Но разочек могу съесть вот такую вот вещь. То есть она не в масле. Жира чуть больше, конечно, морепродукты. То есть коктейли из морепродуктов. Смотрим, чтобы это было не в масле, а в собственном соку. Здесь что у нас по БЖУ? Белок 14, жиры 2. Отличный продукт. То есть в качестве салата или просто вот так даже используют. Подойдет. Дальше идем. Майонезы. 60%, 67% жир. Соответственно, вы едите жир. Хотите избавиться от жира? Вам надо есть мечь жира. Все логично, да? Какой майонез может быть? Масло то же самое. Жир, жир. Если мы говорим о предпочтении, что выбрать, из чего вы жир, конечно, лучше выбирать из сливочного масла. Оно менее канцерогенные свойства имеет, чем дешевый майонез. Делают из дешевых масел. Здесь молочные продукты. Творог наше все. Вот я беру обычно творог обезжиренный на постоянной основе. Из него белок получаю. И я его разбавляю обычно йогуртом, йогуртом, да? Сейчас я покажу, каким. Сметану я не использую. Сметана, как правило, это тоже жир. Могу использовать иногда, никогда-никогда, кефир, ряженку. Молоко я добавляю. Молоко, вот молоко, пожалуйста. Молоко я добавляю себе в кофе. И все. То есть дополнительно молоко я не пью. Молоко это жидкие калории, да? Соответственно, их тоже можно много выпить, много калорий получить. При этом сытости практически не будет. Поэтому я так вот, да? Я кофе могу добавить. Абсолютно любой, в принципе, жирности. Там минимально, если вы только в кофе добавите. Что касается по вкусняшкам, да? Если мы хотим поесть все-таки вкусняшки, тогда одновременно с отменением наиболее простым вариантом. Вот я, допустим, пряники, да? Смотрим пряники. Жиры 6, углеводы 71. То есть мы можем сказать, что здесь не так много жира. Если мы даже возьмем шоколадку, то там будет 50% жира, 50% углеводов. Углеводы пойдут наши на работу, а жир будет откладываться в жир. Поэтому, если мы говорим о вкусняшках, значит, выбираем тех, которых меньше всего жира. Вот такие вещи я кушаю. Хлебцы. Это большой продукт. То есть вот такая пачка. Всего 280 калорий, да? Но этой пачки может на пару дней, в принципе, хватить, да? То есть, используя с колбасой, с куриной, которая не жирно, используя с сыром, я использую постоянно гречневые. Хлебцы именно доктор Керна. Другие я не беру. Вот смотрите, ребята. Вот такие. Это тоже самый хлеб. Высушенный. Только концентрация углеводов будет большая. И пачечка маленькая. То есть, в этой пачке будет калорий много. Но она будет по объему маленькая. То есть, вы просто погрызете сушеный хлеб. А доктор Кернер, это воздушная. Она объем дает. И там клетчатки много. Что касается молочных продуктов, вот эти все молочные йогурты, порошки, очень много здесь сахара. То есть, все виды, которые мы видим, что добавлены вкусы, значит, это много сахара. Это я не использую. Что я беру, так это вот такой обычный Телус. Греческий йогурт. Много белка, углеводов, жиров по минимуму. Вот это на постоянной основе. Могу еще использовать йогурт. Обычный йогурт. Я его разбавляю творогом. Ну, то есть, творог разбавляю обычным йогуртом, без добавок. И это помогает творогу. Творог суховатый, да? Чтобы он обезжиренный. Там, видите, процентуру. И мне помогает это разбавить. И это получается не так сухо. Соответственно, это все не берем. Вот эти все кондитерские. Это смесь сахара и жира. Сахар вы не используете. Жир пойдет в жир. То же самое, как хлебобулочные изделия. Это простые формы углеводов, которые у вас будут не насыщать. Они быстрого усвоятся. Напитки сладкие. Абсолютно самые бесполезные калории. То есть, вы сытости от них не получаете. Но можно напить себе пару бутылок таких Pepsi выпить. И выпить там полутора тысяч калорий. То есть, ваш дневной рацион. Вы вроде бы ничего за день не едите. Я целый день не ел, но выпил там три кофе, да? И получил полторы тысячи калорий. Вы думаете, что вы худеете, а вы будете жиреть даже от этих жидких калорий. Жидкие калории убираем вообще, вообще полностью. Единственное, что я себе могу позволять, это вот такие вещи. Полозеро. Вот тут нет калорий. Я это использую на постоянной основе. Иду, иду, иду. И вот сюда идем. Важный, важный момент. Источники белка, яйца. Яйца кушаем на постоянной основе. Все, яйца берем. Вот эта полка с маслами. Я не использую. Когда я худею, особенно растительные рафинированные масла, подсолнечные растительные рафинированные, очень негативно влияют на здоровье, ну и, соответственно, на похудение тоже. Помните, да? В центре, в центре магазина, по периферии у нас цельные продукты, а в центре у нас самые переработанные продукты. Обратите внимание, все кондитерки, печеньки. Если мы говорим о том, что мы хотим огнести сладкого, то рассыпчатое печенье наиболее жирное. То есть туда очень много набахали маргарина, и за счет этого оно рассыпчатое. Вот, допустим, давайте возьмем любое рассыпчатое печенье. Вот оно, наверное, вот такое, да? Рассыпчатое же, рассыпчатое. Давайте посмотрим состав. Состав. Жиры 29, понятно, да? 30 грамм жира почти, и углеводов 50-30 грамм жира из печеньки. Ну, такое себе. То есть нутелла – это тоже сахар с жиром. Сахар с жиром, жир, 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 жир. Если это все пойдет, у вас жир будет толстый, то это не берем. Что касается пива, алкоголя. Алкоголь – крепкие напитки, они без сахара. Вино сухое – тоже без сахара. Только калории за счет этилового спирта. Пиво, солодовый сахар там где-то, поэтому все это не пойдет вам на пользу. Так, что по воде на похудение? Надо пить много, много пить, чтобы похудеть, да? Без разницы. Пьете минералку, не чтобы не было калорий, но пейте на здоровье. Она никак вам не поможет, мне лучше не сделает. Из этого отдела я беру вот такие энергетики без сахара. Редбул без сахара, тоже без сахара. Могу это пить, но тоже много не перебираю. Все остальные с калориями, понятно, да? Все пойдет, вы не это не потратите, излишек калорий пойдет в жир. Сюда идем. Понятно, да, что мороженое – это тоже не лучшим образом. Тоже самое чипсы. Соль плюс углеводы плюс жир. Кажут вам очень положительные эмоции. Вы переедите и ожиреете. Поэтому это все не идет в копилочку. Соответственно, бывают, говорят, орехи полезны, да, для здоровья. Для здоровья это может быть полезно в умеренных количествах. Но когда мы говорим о похудении, то орехи – это много жира. Я на похудении не использую орехи. Ну и все, в принципе, осталось только запастись туалетной бумагой, потому что овощей будете много кушать. И стул у вас будет хороший. И всем приятного похудения. И наслаждайтесь приятными, вкусными обедами из мяса, рыбы, из овощей. И буду просвещать вам дальше. Мы сегодня сделали с вами обзор на магазин «Магнита». И, кстати, я забыл самое важное сказать, что тоже вкусного можно поесть. Сладенького, да? Что сладенького? Вот этот сахар-озараменитель, который я использую на постоянной основе. «Фитпарад». Это на основе стевии. Туда еще сукралозы добавляют. И «Эритрит». Все это ноль калорий. Абсолютно, по мне, так это идентично вкусному сахару. Вот эти продукты не берем. То есть, вот это все, что полка типа диетическая, все содержит на самом деле фруктозу. Фруктоза еще хуже, чем сахар. Вот эти все конфетки, все содержат в себе калории. Поэтому мы их не кушаем. Единственный момент, я могу себе позволять вот такие печеньки. Здесь белка. Нормально, смотрим. Смотрите, на 40 грамм печеньки 10 грамм белка. Жира здесь всего 5. Углеводов 3. То есть, в принципе, подходит под нашу норму. Нам нужно много белка съесть. Не переесть жира. То есть, минимум жира и углеводов достаточно. Вот такие печеньки я использую. Кстати, мы сейчас с тобой, наверное, их возьмем, да? Я перекусить хочу. Продолжение следует...